Продолжение следует... Когда ударный звук в слове слышится четко, этот звук называется ударным. Реки, горы. Гласный звук в безударном слоге называется безударным, он слышится нечетко. Моря, море, врачи, врач. Безударный гласный звук причиняет много мук. Какую гласную писать? Будем с вами повторять. А что нужно сделать, чтобы проверить безударную гласную? Давайте вспомним наше правило. Чтобы проверить, какой буквой обозначаются безударный гласный, в слове надо изменить слово так, чтобы безударный гласный звук стал ударным. Сова, совы. Мальчик Дима написал своему другу Васе записку. Приходим вечером во двор с мячом, поиграем. Вася задумался. Как вы думаете, почему? Верно. Он не знает, что взять с собой. Меч или мяч? Давайте поможем Васе разобраться. Если с мячом, то меч. Проверочное слово меч. Мечом. Если с мячом, тогда проверочное слово мяч. Мячом. Итак, ребята, давайте с вами выполним упражнение на страничке 67. Упражнение 9. Прочитай. Плиты, плита, письмо, шары, река, игра, пятно, роса, моря. Подбери каждому слову проверочное. Для этого измени слово так, чтобы безударный звук стал ударным. Запиши проверочные и проверяемые слова, вставляя пропущенные буквы. Первое слово у нас уже есть образец. Давай сравним. Письмо, письма, шары, безударный а, шар, река, безударный е, реки, игра, безударный и, игры, пятно, безударный я, пятна. Роса, безударный гласный о, росы, моря, безударный гласный о, море. Я думаю, ты справился с упражнением. Давайте выполним упражнение 10. Подбери каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово так, чтобы ударный гласный стал безударным. Напиши сначала проверочное слово, затем проверяемое. Обозначь в словах ударение. Первое слово у нас образец есть. Итак, гнезда, гнездо, безударный гласный е, слезы, слеза, безударный гласный е, щеки, щека, безударный гласный е, осы, оса, безударный гласный о, скалы, скала, безударный гласный а, стрелы, стрела, безударный гласный е. Я думаю, ты справился с заданием. Итак, подводим итоги. Для того, чтобы закрепить изученное, я предлагаю тебе выполнить самостоятельное упражнение 11 на страничке 68. Итак, подводим итоги. Сегодня мы с вами научились подбирать проверочные и проверяемые слова. Спасибо за урок. До свидания. Здравствуй, дорогой первоклассник. Тема нашего урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс 4. Сегодня мы познакомимся, как выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток данного вида. Для начала повторим. Устный счет. Итак, выполни цепочку вычислений. Последний кружочек. Запиши ответ. Итак, давай с тобой проверим. 2 плюс 8 равно 10. От 10 отнять 7 – получится 3. 3 плюс 4 – получится 7. 7 плюс 10 – получится 17. Я думаю, у тебя точно такой же ответ. Давай вспомним состав 10. Поиграем в игру, заселим домики. Итак, 10 – это 5 и… 5. Верно. 10 – это 7 и… Верно, 3. 10 – это 4 и… 6. 10 – это 8 и… 2. 10 – это 9 и… 1. Молодец. Вспомним. Посмотри на ряд чисел. Назови наибольшее число в этом ряду. Верно. 16. Сколько в нем десятков и единиц? В числе 16 – один десяток и шесть единиц. Какое наименьшее число? Верно. 10. Сколько в нем десятков и единиц? 1 десяток и ноль единиц. Насколько 16 больше, чем 10? Верно. На 6. Какое число в этом ряду может быть лишнее? Верно. Может быть, лишнее число 10. Почему? Потому что оно круглое, потому что оно наименьшее среди данных чисел. Все эти числа – двузначные числа. Итак, давай вспомним, чему мы с тобой научились на прошлом уроке. И решим данные равенства. 9 плюс 3 – получится 12. 8 плюс 2 – получится 10. 8 плюс 3 – получится 11. 7 плюс 3 – получится 10. 9 плюс 2 – получится 11. Скажи, пожалуйста, 8 плюс 4 – умеем ли мы решать такие числовые выражения? Нет, вот сегодня мы и научимся. Я буду работать знакомой тебе табличкой. Ты работаешь со своим счетным материалом, а я с магнитами. Итак, рассмотрим. Числовое выражение к 8 прибавить 4. Выложим верхний ряд 8 магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10 в верхнем ряду? Верно. 2. Сколько магнитов стало? 10. Запишем наши действия. К 8 прибавить 2 – получится 10. Верно. Вспомним. 4 – это 2 и 2. Сколько магнитов я должна еще выложить в нижний ряд? Верно. 2 магнита. Итак, запишем свои действия. К 10 прибавить 2 – получится 12. Верно. Запишем по-другому. К 8 прибавить 2. Прибавить 2 – получится 12. То есть, к 8 прибавить 4 – получится 12. Рассмотрим числовое выражение 7 плюс 4. Для этого мне нужно будет 7 магнитов. 7 и 4 розовых. Итак, выложим в верхний ряд 7 магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10? Верно. 3. 1, 2, 3. Запишем наши действия. В 7 прибавить 3 – получится 10. Но 4 у нас это 3 и 1. Поэтому выкладываем еще один магнит в нижний ряд. Запишем действия. К 10 прибавить 1 – получится 11. То есть, к 7 прибавить 3, прибавить 1 – получится 11. Выполняли мы действия по частям. То есть, к 7 прибавить 4 – получится 11. Верно. А как же можно еще решить? Откройте учебник на страничке 67. Число выражения 7 плюс 4 мы с тобой разобрали. Только у тебя треугольники. Я думаю, у тебя все понятно. Но у нас осталось выражение к 9 прибавить 4. Для этого можно использовать обыкновенную линейку. Посмотри, пожалуйста. К 9 мы можем прибавить сначала 1. Сделать шаг 1 вправо. Получим 10. И вправо продолжить еще 3 шага. Потому что 4 – это 1 и 3. То есть, к 9 прибавить 4 – получится 13. Запомни данные числовые выражения. Давай прочитаем. Первая слагаемая 7, вторая 4 – сумма 11. Сумма чисел 8 и 4 равняется 12. 9 увеличить на 4 – получится 13. Чем похожи данные равенства? Верно. Они на сложение. Второе слагаемое 4. Запиши данные числовые выражения в тетрадь. Запомни. Что происходит с первым слагаемым? Верно. Оно увеличивается на 1. А что происходит с суммой? Верно. Сумма тоже увеличивается на 1. Давай составим задачу по данному рисунку. У Маши было 7 открыток. Ей подарили еще 2 открытки. Сколько открыток стало у Маши? Мы можем сразу ответить на вопрос задачи? Верно. Мы сразу можем ответить на вопрос задачи. Это простая задача. А давай с тобой изменим условия задачи так, чтобы у нас в решении было действие вычитания. У Маши было 7 открыток. Две открытки она подарила. Сколько открыток осталось у Маши? От 7 отнять 2 получится 5 открыток. Ответ. 5 открыток. Для того, чтобы закрепить изученное, выполни самостоятельно на страничке 67 номер 1. А задачу под номером 2 реши вторую. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»